Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о прекрасной серии книг. Гуниллы Бергстрём. Это серия книг об Акселе. Аксель это маленький мальчик. Его зовут, ну, в общем, так же, как герой кинофильма в Акселе Фоули. На самом деле ему 4 или 5 лет. И он совершенно замечательный ребенок. Творческий, инициативный. В общем, скажем так, непоседливый, да. С развитой фантазией. В общем, все то, чего мы так боимся в детях. Потому что это приводит к многочисленным бытовым конфликтам. Вот как гласит аннотация общая ко всем троим книжкам серии, значит, уже вышедшим. Это книги, где вы не встретите. Фей, драконов, всякое волшебство. Потому что автор Гунилла Бергстром считает, что в каждой семье есть такой маленький театр. И вот спектакли в этом театре можно наблюдать каждый день. Это необычайно весело. Это очень поучительно. И это действительно то, что сопровождает любой процесс воспитания. Давайте посмотрим, о чем эти книги. Они, конечно, предназначены для самого маленького читателя. А для тех, кто еще сам, может быть, не освоил буквы, и ему будут читать эти книги вслух. Но это уже приобщение к будущему чтению. Здесь есть, видите, на форзе прекрасная надпись. Эта книга принадлежит. И там, значит, у нас подписывает или подрисовывает свое имя торжественно. Юный владелец. А история про Акселя очень интересная. Я начну с истории про время. Давай скорее Аксель. Значит, это очень распространенная ситуация. Вот это Аксель Оберг. Ему 4 года. Сейчас утро Акселю пора в детский сад. Все понятно. Все как у всех. Все совершенно типично. Что происходит дальше? Дальше Аксель начинает собираться. И циферблат с часами на каждой страничке напоминает нам о том, что давным-давно пора идти к папе на кухню, где папа уже ждет Акселя и греет ему кашу. Ну, тут у нас такой прекрасный папа, который занимается ребенком, который, значит, с ним и играет, и, если надо, проявляет, ну, просто недюжинное понимание детской психологии, на мой взгляд, да, говоря взрослыми словами. А Аксель у нас собирается. Вот он одевает любимую куклу. Вот он находит машинку без колеса, которую, конечно, надо срочно отремонтировать. Часики, между прочим, продолжают идти, да. И вот на этот циферблат, на эти стрелки можно указывать ребенку, потому что, вообще говоря, взрослые воспринимают многие вещи, как сами собой разумеющиеся. Например, мы поторапливаем детей, совершенно не задумываясь о том, что в 3, в 4, а то и в 5 лет очень многие дети, ну, у всех разные отношения с цифрами, кто-то там и в 3 года уже бойко называет тебе цифры от 1 до 10, а кто-то, как я, например, очень поздно познакомился с устным счетом, и мы сразу не понравились друг другу. Вот, значит, в том числе и циферблат часов, значит, со стрелками, да, мы бросаем на эти часы озабоченные взгляды. Мы просто вот хмуро на них поглядываем. Ребенок не понимает, что происходит. Что это за круглая штука, что висит на стене, на которую так грозно смотрят папа или мама? Вот, для него огромная загадка мироздания, да, и он просто понимает, что вот что-то мешает, что если бы он был побойче, да, ну, значит, вот, да, он бы часы снял со стенки и грохнул бы, чтобы никто больше не смотрел. Но ведь явно же в них, в часах причина в том, что родители расстраиваются и сердятся, а не в чем-то другом. Вот пример той логики, которую мы, взрослые, не считываем с поведения ребенка, как зашифрованный текст, да, имеется в виду, считываем. Почему? Потому что мы не понимаем, что ему еще очень многое неизвестно. Аксель, конечно же, отремонтировал машинку, поставил ее в гараж, да, вот, потом решил посмотреть книгу, но она же там стояла на той же полке, которая является гаражом одновременно, значит, и в этой книге надо посмотреть картинки, это совершенно необходимо, вот. А тут уже 6 часов 45 минут нам любезно подписал книги художник, мы можем все, время художник, мы можем все смотреть. И вот даже, как воображаемый такой папа, который стоит у раскрытой двери и ждет, значит, Акселя. На самом деле, папа на кухне, а Аксель решил подклеить страничку, порванную в книге. Весьма похвально, понимаете, что это просто можно похвалить. Но не когда же ты собираешься в детский сад, правильно? Ну, откуда маленькому ребенку, значит, узнать понятие уместности, да, тем более экономии времени? Ну, в общем, Аксель у нас такой веселый, значит, он представляет себя уже пожарным, потому что несет папе газету. Какой заботливый малыш, вы оцените, он несет папе газету, чтобы папа почитал. Но на первой странице он видит пожар, большую фотографию пожара. Соответственно, он тут же уже стал пожарным, на голове материализовалась каска, значит, экипировка соответствующая, да, бронспойт в руках, то есть, ну, все, он герой, да. Но на это тоже, к сожалению, уходит некоторое время. Минуты продолжают убегать. Шесть часов сорок восемь минут. Вот, папа ждет Акселя на кухне, он чернее тучи, да, потому что они опять опазывают детский сад. И наверняка строгая мама, бабушка, воспитательница уже делает вот так. О, боже, опять эти. Вот, значит, и в общем, ну, здесь он у нас изображен с улыбкой, потому что Аксель ему вручает газету, и любой, как и любой родитель, да, значит, папа искренне благодарит четырехлетнего малыша и умиляется. Боже, ну, ребенок принес папе газету. Какой молодец, вот. Отходит душой, да. А Аксель продолжает есть. Вот здесь его действия все расписаны, такой, в раскадровочке, да, чтобы показать, на что уходит время во время, допустим, обычного завтрака, который должен, как у взрослого, происходить за четыре минуты. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, все, на работу. Ребенку еще некуда торопиться. Он еще не понимает, что это такое. Капра-дием, да, значит, лови день. Он совершенно не осознает этого, да. И вот он, наконец, собран, но времени ровно семь часов утра, да. То есть, похоже, они опоздали. Вот. А папа куда-то делся. Аксель пошел искать папу. Вот он ищет папу. Вот он ищет папу там-сям. Ищет папу везде. Вот. И надо сказать, что он везде повторяет одно и то же слово в ответ на призывы. Папа, поторопиться, пойти уже завтракать, заканчивать уже педагог. Есть, да, начинать уже одеваться. Вот он всегда повторяет. Только вот сейчас посмотрю, только вот сейчас сделаю. От этого только у меня уже глаз дергается, говорит папа. Значит, и действительно дергается. Но, как бы, что видит Аксель, да. На кухонном столом сидит папа и увлеченно погружен в чтение газеты. Значит, сейчас только дочитаю газету. И Аксель, значит, смеется в ответ и говорит, вот и ты тоже сказал только. И они оба смеются. Конечно, сейчас пойдем. Вот только, что только, спрашивает Аксель, уже удивленная. Вот только как следует посмеюсь, отвечает папа. Конечно, они смеются и над собой. Взрослые и дети абсолютно одинаковы в этих вещах. Просто дело не в том, что взрослым следует признавать свои ошибки какие-то, да. А дело в том, что надо понимание проявлять, да, к тому, почему, как работает этот механизм. Вот перед нами разобрали, значит, один случай опоздания, да, такая книга объяснительная. Но при этом она веселая, она смешная, и она ненавязчиво помогает обеим сторонам процесса, да. Значит, и ребенку, и родителю, да, понять друг друга и немножко как-то мобилизоваться, организовать это лучше. Вот прекрасная книга «Спокойной ночи» Аксель. Это книга про меня. Ну, в смысле, я не Аксель, конечно, хотя ему здесь четыре годика. Я тут, мне тоже когда-то было четыре годика. Но у меня не было проблем с засыпанием. У меня был папа-сказочник. Это все. То есть там такое происходило. Я помню, как сказки по мотивам произведения Николая Носова про коротышек, маленьких человечков, плавно перерастали. Они там жили на деревьях, в каких-то гнездах или норах, в смысле, в каких-то там воздушных городах, да, значит, там были дверцы, у них внутри были тайные замки внутри деревьев. Я потом долго ходил с раскрытым ртом, рассматривая все дупла в старых деревьях парка, потому что ближайшего, потому что там везде, конечно, жили человечки. И все это плавно перетекало в сюжетные ходы Робин Гуда, да. В общем, это было, ну, понимаете, да, то есть очень далеко мы уходили от книжек. Там нечувствительно переплетались сюжеты фильмов, книг, вот. Помню, одним из действующих блиц был Брежнев. По этой маленькой детали вы можете оценить вольный полет фантазии. В общем, засыпал я хорошо, проблем засыпания у меня не было. Значит, ну, а папа что-то такое городил, что оставил у меня при потере большинства, как бы, я забыл, конечно, большую часть этих волшебных сюжетов, но оставил у меня очень приятные впечатления. Вот и Аксель тоже, но Аксель, он обманывает папу, он пытается как можно дольше не спать, то у него то попить, то пописать, то, значит, водичка пролил на кровать, надо заменить белье, то, значит, бука в шкафу, надо посветить фонариком в шкафу и так далее. В конце концов, папа полез под кровать за мишкой, который туда закатился, и сладко заснул в процессе. Ну, вообще говоря, такое тоже не исключено, потому что распространенный анекдот, когда папа укладывает ребенка спать, мама заглядывает в комнату, ну как, спит? Да! Отвечает шепотом ребенок, рядом папа такой с книжкой. Вот, это у нас тоже было, у всех было, я думаю. Но вообще папа, возможно, притворяется, конечно, да, просто. Что делает маленький Аксель? Ух ты, они поменялись местами. И вот это очень, кстати, распространенный хороший метод прием, да, вот, Аксель аккуратно укрывает одеялом, уж каким нашел, видимо, папу, на полу, значит, чтобы ему было тепло, да. Естественно, будить его дальше, там, что-то еще, отмазывать Акселя от сна, это совершенно бессмысленно, потому что папа видит уже десятый сон, Аксель это понимает, он идет и ложится спать. Вот, и все спят, правда, папа на полу. Но это не страшно, зато ребенок уложен. Ну ты и выдумщик, Аксель, это сказка про белого бычка, воплощенная в совершенно замечательном графическом сюжете. А здесь у нас автор рассказывает, как Аксель добрался-таки до папиного ящика с инструментами. И таким рефреном является «Только не трогай пиву, только не бросай меня в терновый куст». И разумеется, Аксель тронет пиву, разумеется, он соорудит нечто, в чем, значит, запутается и застрянет. Когда папа, вот он тут изумительно нарисован и в изумлении увидит, значит, что при помощи молотка, гвоздей, клещей, значит, шурупов и досок соорудил Аксель, он придет, значит, в ужас. Да, но Аксель говорит, папа, это вертолет, летим, и они полетели. Это прекрасно, потому что папа участвует в игре Акселя и, соответственно, естественно, спасает его без всякой пивы, которую действительно не стоит трогать четырехлетнему малышу, значит, из того якобы сооружения, которое якобы является вертолетом, ну, по игре, да, и в котором якобы застрял Аксель. Потому что когда папа с ним поучаствовал в игре, Аксель, конечно, без всякой пивы, которую он хотел распилить созданную конструкцию, значит, освобождается из этого плена. Вот такой вот Аксель, выдумщик, фантазер, а самое главное, вот такая семья, где находится место и игре, и каким-то вполне бытовым, очень узнаваемым, скажем так, в жизни любых молодых родителей моментом, да, и все это представлено с большой пользой и с огромным чувством юмора. Спасибо за внимание.